Всем привет! Мы продолжаем гулять по японской глубинке Мне встретился небольшой такой магазинчик, где продают автомобили Subaru Поэтому прогуляемся и посмотрим, сколько стоят автомобили Так, вот такой у нас здесь Subaru Салон стоит, продают автомобили В деревнях в основном популярны кейкары Поэтому, конечно же, очень много салонов Daihatsu, Subaru Кто у нас еще там? Кейкарами славится Так, у нас здесь закрытая территория Смотрите, там какой Subaru стоит Мы, наверное, сейчас попробуем туда пройти А, ну вот я ставил автомобиль Тоже около Subaru Дяденька мне разрешил на время ставить автомобиль Давайте пройдемся, посмотрим, что это за автомобиль А потом мы посмотрим, почем автомобили в японских глубинках Вот, смотрите, какой Subaru стоит Кому отправить такой Subaru? Смотрите, причем состояние давно он, конечно, стоит здесь Но если его привести в порядок, то, я думаю, еще может поездить Хотя, крыша сильно ржавая Да, и в салоне очень много мусора Так, что это за модель-то? Любители, знатоки Subaru Напишите в комментариях, что это за модель Не буду говорить свои предположения Потому что могу ошибиться Вижу, что STI Наверное, Impreza STI А какого года она Я даже не скажу на вскидку Так, ну все, пойдемте дальше Посмотрим БУ автомобили Так, видите, у всех У всех кикары Так, у нас продаются Спада Хонда спада За 11 тысяч 11 тысяч долларов Вот есть такие кикары За 5 тысяч долларов Смотрите, какой грузовичок Вон там вообще маленький кикар Хондовский За 2,5 тысячи долларов Здесь у нас Это что? Это вроде Daihatsu Вот такой кикар За 4 Да, почти 5 тысяч долларов Вот такой вот Кикар Mitsubishi С Тихосмотром Шакеном За 9 тысяч долларов Но он, наверное, По новее Дальше у нас Еще один Daihatsu Тихосмотр У него действительно Стоит 7 тысяч долларов Такой беленький На литье Все Все машины На литье Вон там дальше Один только На железках стоит Так Причем интересно У японских Дилерских Я не знаю Как за пределами Японии Когда салон Обычно Закрывается На выходе Ставят всегда Какую-либо Машину Для чего Это непонятно Вагон Еще один Сузуки Вагон Шесть Шесть С половиной Тысяч Долларов От Хонда Хонда Фит Шесть Шесть Тысяч Долларов Пробег Шестнадцать Тысяч Километров Есть Техосмотр На два Года В отличном Состоянии Вот Ну и Все Вроде Все у нас Все Автомобильки Причем Можно За наличку Покупать Прикольно Вот такие вот Машины Продаются В японских Глубинках Кейкары Дешевенькие В хороших Состояниях Вон там Хайджет Стоит За Две С половиной Тысячи Долларов Прикольно Такие вот Машинки Хотели бы Себе такую Машинку Куда-нибудь В деревне Вот такая Вот такая вот Машинка Для Глубинок Деревень То что надо В принципе Подвеска Относительно Высокая И Груза Груз можно Полозить Картохи Дров Все что угодно Вообще Снимать В японских Деревнях Глубинках Морально Очень сложно Потому что Во-первых Здесь и так Мало людей Ходит Шатается Тем более С камерой А во-вторых Ты иностранец То есть Любой человек Обычно Это Средний возраст Жители Здесь 60-50-60 лет И когда И когда Они Видят Тебя Что Ты Здесь Ходишь С камерой Что-то Снимаешь То Ты Вызываешь Очень Много Внимания Да Иногда Не всегда Жду Что Вот-вот Подъедет Полиция Что Кто-нибудь Вызовет Полицию И Полиция Спросит Что я Здесь Снимаю Что я Делаю Так что С таким Ощущением Я обычно Снимаю В глубинках Ну а на сегодня Все Небольшая Прогулка Хотел Показать Вам Стоимость Автомобилей В японских Глубинках Сколько Они стоят И Какие Автомобили Здесь Продают И на чем Ездят Бабушки И дедушки В японских Деревнях Ну а все А мы Поехали Дальше По делам Продолжение следует... Продолжение следует...